Всем привет! В обновлении 2.6 2. То есть в обновлении 2.6 уже было добавлено новое снаряжение. Набор новых снаряжений. Находится он я просто почитал, очень многие даже не знают где он находится. Находится он в кузнице. Нужно на мобильной версии. Это кузница. И вот у нас посередине появилась такая вот иконочка, где отображен муниция от снаряжения. Нажимаем сюда и мы видим набор снаряжений. Я сделал в версии, мы сделали очень короткий обзор, потому что оригинальный обзор получился 34 минуты, поэтому мы расскажем обо всем по отдельности, по чуть-чуть. Итак, продолжим наш обзор этого снаряжения набора и как оно будет работать. Для начала я скажу новичкам, пока я не забыл, быстренько. новички, которые только начали играть и которые имеют седьмые войска, максимальный уровень седьмых войск, то вот я очень советую копить на шлем сострадания. Вот он, шлем. Здесь он находится. Он дает плюс 35 процентов к обучению пехоты, то есть настроив графему, драконьи слова, изучив науку, ветку науку, у нас здесь есть, да, у нас здесь, я ее не всю качал, вот здесь у нас есть, как она называется, продвинутое военное дело, да, начальное обучение пехоты. Вот. Седьмая пехота плюс 80 процентов скорость обучения. Вообще, какую роль играет вот эта седьмая пехота в игре в замесах в сражениях? Итак, я сейчас попытаюсь немного донести вкратце для новичков роль гвардейцев в этой игре в сражениях вот он, гвардейц, для тех, кто, значит, только начинает играть, то эти войска, они просто обязательно в любом отряде они просто необходимы. Ну, конечно, исключение, когда вы идете, это какой-то сбор, сильный сбор против какого-то одного замка с большой силой и атака на ресурсах, на точках ресурсов. Ну, там можно добавить, но эффект такой от этого не будет. Что делают эти войска? Они как бы обороняются, они сдерживают урон и все-таки пытаются его нанести. опять же, мы сейчас будем рассматривать ветку лорда и я вам покажу такой секрет, который выявился нами и мы его все-таки не опубликовали, видео тоже получалось слишком долгим и сейчас я попытаюсь донести. Если в навыках лорда в битве прокачать только жизнь, да, то есть вот здесь она хп увеличение здоровья пехотинцев везде здесь качать это здоровье, здесь прокачать кавалерию, кавалерия между прочим она обязательно седьмые войска обязательно нужно качать кавалерию, у нее урон большой. Так, как и урон, так и защита она очень эффективная, на ресурсах воевать тоже она хорошая. Так, смотрим дальше, здесь качаем кавалерию, здесь мы увеличиваем показатель атаки, здесь мы снова увеличиваем здоровье пехоты. Теперь стоп, если мы будем добавлять защиту, то пехота весь урон который идет сражение, весь урон который принимает пехота будет отражаться на остальных войсках, то есть атака будет пробивать эту пехоту и погибнут остальные войска которые находятся за пехотой. здесь нужно обязательно пожертвовать этой пехотой которая быстро тренируется быстро обучается но нанести большой урон другим родам войск то есть другим типам войск. И теперь что у нас здесь получается если мы отправим в любой поход размером 100 тысяч например отправим 30 тысяч пехоты и добавим урона абсолютно любого это лошади лучники и добавим ну в основном урона уже более серьезный урон наносит усиленный требушет это восьмой уровень очень большой урон наносит и если это замок что еще по-моему это все это единственный вид войск который на этих уровнях наносит более такой серьезный урон ну а дальше дальше здесь вы можете смотреть если у вас есть восьмые войска то лучше прокачать только атаку колесниц то есть вот этих же требушетов а здесь хп да опять же в жизни в последней ветке лучше увеличить здоровье кавалерии то есть вот это вот вот эту ветку можете попробовать сделать с навыком атаковать попробовать вот если у замка сила в районе двух двух с половиной миллионов то такой отряд составляющийся из 30 тысяч пехоты там 20 тысяч кавалерии по 5 тысяч лучников и еще кого-нибудь с требушетами остальные все усиленные требушеты он спокойно пробьет такой замок так еще что что так все мы слишком много времени отдали этой пехоты пехоте и вернемся к этому снаряжению да мы делали обзор на снаряжение снаряжение у нас находится в центре в кузнице продолжим рассматривать и вот этот как раз таки этот набор сострадания вот это первое шлем сострадания он даст вам возможность плюс к 80% тем к 80% которые вы качаете в науке даст еще плюс 35% то есть вы будете тренировать пехоту очень быстро вот у меня стоит у меня сейчас нету такого набора но тем не менее у меня стоит пехота и я ее тренирую она мне нужна у меня даже у меня 30 только стрельбищ так посмотрим дальше здесь мы возьмем сейчас гвардейца сколько у нас 200 230 да тысяч в замке нужно минимум 200 тысяч держать если вы обороняетесь пехота обязательно то есть 1905 штук тренируется за 7 часов 20 минут нажмем тренировать это очень даже неплохо и тем не менее вы будете их быстро тренировать и терять только пехоту в замесах основная потеря будет только пехота если вы сделаете так как я рассказывал в начале видео с науки милорда так что теперь дальше вернемся опять к наборам мы отходим от этой темы что у нас здесь вот именно нам дали нам система дала 100 штук скандаловое да сандаловое дерево сандаловое дерево система дала 100 штук бесплатно просто так в подарок всем раздала и пока она у вас есть я советую именно начать с этого для новичков а для тех кто уже достаточно давно играет то тот уже сам наверное разберется что ему выгоднее качать но я скажу одно если это чертеж древнего шлема прокачивать здесь то есть в наборе завоевателя используется у нас чешуя дракона используется у меня всего лишь 20 штук то есть надо набрать 1000 штук 1000 штук это примерно я уже рассказывал когда обзор делал в день я вернусь в сундук сейчас зайдем в сундук и посмотрим материалы вот они каждый день вы получаете камень 5 звезд 7 штук каждый день сандаловое дерево тоже 7 штук в день а вот дракония чешуя дракона она сначала первые 2 дня выпадала по 7 штук сегодня я атаковал больше 150 монстров и ее упало только всего лишь 6 штук и в итоге у меня получилось не 21 как все остальные а именно получилось 20 штук то есть их наверное все таки будут выпадать 6 штук в день с монстров и учитывая то что вы должны бить 100-150 монстров в день так сильно останавливаться на этом не будем мы вернем все снаряжение и посмотрим наши наборы завоевателя конечно может в донат пакетах это все будет присутствовать но мы не будем рассматривать именно вариант доната вот и здесь что мы видим чешуя дракона нужна для кольца чешуя дракона то есть пока вы будете собирать допустим например для того же шлема пока вы будете собирать дерево чертежи у вас автоматически набьется будет набиваться количество чешуи дракона а также количество камен камень пяти звезд по сути можно можно два два не знаю два от первых взять два от первых потому что как бы для развития шапочку вот эту сделать шлем и не знаю ну кистей нежелательно эту качать ну начать с шапочки все равно можно что еще так вернемся к тому как работают эти наборы то есть любой набор состоит из шести снаряжений вот у меня мой набор который я произвольно сам сделал например вот это кольцо я меняю у меня два кольца когда воюю я ставлю естественно урон а когда мне нужно строить что-то строить либо защищаться обороняться я ставлю другое снаряжение то есть запасом снаряжения все равно держать нужно теперь вернемся у меня вот такой набор получается вот это мой набор снаряжения стекло здесь не учитывается то есть мой произвольный набор а эти уже наборы которые находятся у нас в наборе сострадания например этот набор работает как если вы делаете две части этого набора например вы сделали из этого набора кистень и шлем то в итоге вы получите плюс 20 процентов производства всех ресурсов этот показатель не особо нужен но все-таки баф он начнет работать только после этого после того как вы на героя наденете две части вот этого набора после того как вы наденете четыре части этого набора то естественно скорость обучения увеличится на 18 процентов но после шести после того как вы все шесть частей то есть все вы кольцо сапоги штаны рубашку после того как вы все это сделаете вы получите всеобщую атаку плюс 2 процента то есть вот этот полноценный баф будет только тогда когда вы соберете и наденете все части этого снаряжения вернемся к набору завоевателя то есть аналогично работает у набора героя у набора завоевателя работает абсолютно аналогично то есть точно так же теперь вернемся если вы внимательно слушали все это я стараюсь как более подробно рассказать теперь вернемся к нашему набору завоевателя и посмотрим что у нас есть у нас есть раз два шесть частей и каждый для каждого для ковки каждого снаряжения нужно тысячи чешуи дракона чешуя дракона напоминаю выпадает только с монстров то есть шесть штук в день на данный момент сегодня я тестил шесть штук но этого было семь штук а вот пятизвездочная вот это как она называлась сейчас я гляну пятизвездочная у нас камень пятизвезд он выпадает железно семь штук вчера позавчера и сегодня я проверял то есть выпадало именно семь штук а сегодня кстати выпала у меня чешуя всего шесть штук так что учитывая это собрать вот тысячи штук нужно примерно 180 дней чтобы собрать за 180 дней из монстров вы соберете как раз тысячу вот этих частей чешуи дракона вот и 180 дней одно снаряжение 180 дней второе снаряжение 180 дней третье четвертое пятое шестое и так далее поэтому чтобы не мучить себя советую какой-нибудь выковать что-то что-то полегче возможно на сегодняшний день дроп дроп то есть выпадание этих материалов происходит только из монстров полноценный дроп сейчас я попытаюсь сказать сейчас я попытаюсь сказать у нас выпадает с монстров на сегодняшний день выпадает ежедневно 50 графем всего лишь 50 штук в четверг каждый четверг это количество увеличивается то есть сегодня у нас работает событие где двойное выпадание графем должно быть тем не менее без вот этого события которое происходит каждый раз в четверг по-моему либо в среду на четверг она происходит кроме этого события каждый день с монстров выпадает 50 графем также вы собираете есть возможность собирать в задании альянса здесь тоже можно получать графема вот они 4 графема они были где у нас графема первого уровня 4 штуки графема графема есть в задании альянса только в последней уничтожение монстров здесь вы получаете графема дополнительной в общем 50 графем без бафов без ничего 50 графем в день 7 снаряжение вот они сундук снаряжение 7 значит сандаловых кусков сандаловых деревьев 7 штук и камень 5 звезд тоже 7 штук чешуя дракона 6 штук ну как мы видим из практики что у нас с материалами да с чертежами то ничего не меняется единственный метод получения это атака монстров а также получать его ежедневной авторизации да вот у нас здесь фрагмент чертежа фрагмент чертежа фрагмент чертежа и здесь у нас ускорение похода вот фрагмент чертежа выпадает с монстров 100 штук общее количество 100 штук это 20 раз по 5 штук с монстров выпадает вот больше больше никакого дропа вообще нету вот это весь дроп так что когда вы будете считать таки собирать это снаряжение 8 воевода то вам придется очень долго долго поиграть и так как я не выковал ни одного снаряжения сейчас на данный момент я могу только догадываться догадываться в том что это снаряжение не будет она будет иметь силу но не будет иметь уровня лорда то есть чтобы оно работало не обязательно иметь там чтобы например надеть 40 это снаряжение вам нужен лорд 40-го уровня то это снаряжение может быть одеть на любого лорда. Всё-таки мы проверим, посмотрим это, уточним, наверное, сделаем другое видео. Может быть. Может быть. Но у меня нет, ребята, у меня нет возможности ни в бете, нигде выковать этот набор снаряжения. Хорошо. По-моему, я всё рассказал. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. И если хотите поспорить по поводу пехоты, по поводу работы пехоты, стаков, связки навыка лорда с защитой и с жизнью, пишите в комментариях, обсудим, поговорим. Может, у вас есть какой-то свой вариант. Мы добавим, пропрактикуем и добавим его. Я говорю из практики. Он работает очень даже хорошо. Всем удачи! Ставьте лайк, и подписывайтесь на канал.